Дорогие друзья, всем приветики! Я сегодня решила с вами накраситься, потому что у меня есть отличный для этого дела повод. Я не просто тут обрядилась вся в темное. Хочу с вами кое-кого познакомить. Этот кто-то, абсолютная новиночка в Крыгина косметикс, это новый пигмент Metalized Black Silk, который по своему эффекту имитирует черный шелк. Это черный пигмент с таким легким, иногда на свету чуть-чуть фиолетовым, иногда синим отливом. Благодаря этому этот черный цвет становится нескучным, не плоским, и из него можно сделать мгновенно совершенно smokey eyes, даже если вы, как говорится, рукожоп. Потому что он единственный черный пигмент в моей практике, который растушевывается в кожу. И вот как раз-таки те частички, которые мы туда добавили, в черный, чтобы он немножко переливался, они позволяют этому пигменту не затираться в серую какую-то грязь и пятна, а растушевываться в кожу. Короче, сейчас вам покажу, потому что мне сегодня на ужин благотворительного фонда «Образ жизни», лицом которого я являюсь, вообще буду вас знакомить с программой, и уже знакомила, кто помнит день донорства, или вообще все инициативы, связанные с донорством крови, это как раз-таки мы делали с образом жизни. Так, в общем, сегодня мне нужны чарующие супер-смокки айс, чтобы люди, которые умеют тратить много денег на благотворительные лоты, потратили их особенно много. И мы на эти деньги сделали бы очень много всего хорошего. Ну что, поехали, давайте сначала с тона начнем. Ой, я думаю, а что же мы Black Silk запускаем? Черный, а черный пушистый человечек не пришел. Человечек, потому что мистер кот ведет себя абсолютно как человек. Не знаю, как должен вести себя кот, но мистер кот ведет себя как человек. Садись, только царапается. Fixed Spray я буду использовать как праймер. Это продукт, который, вероятно, вам уже знаком, судя по тому, как он хорошо продается. Я думаю, что у многих из вас он уже есть. Пока он сохнет, на всякий случай, еще раз пробежимся. Fixed Spray, это мультифункциональный спрей для макияжа. Первый, вот, например, тот, который мы сейчас использовали, это праймер. Он сейчас высохнет, создаст такую легкую пленочку на лице. Благодаря этому тональное средство будет растушевываться намного лучше, намного ровнее. Рельеф кожи сразу будет ощутимо ровнее. Сейчас в отопительный сезон и в осенний-зимний период особенно рекомендую, потому что нет лучшего способа увлажнить шелушение и какие-то вот эти вот сухие неровности кожи, чем Fixed Spray, потому что он действительно их смягчает и выравнивает. И что еще? Важно, он абсолютно неощутим на коже, и неважно, она жирная, чувствительная, какая угодная. Он абсолютно гипоаллергенен, он не является никаким агрессором для кожи, наоборот, дает успокаивающее действие. В нем вообще нет ничего лишнего. Даже от дужки он ничем не пахнет, чтобы вы могли поливаться им сколько-сколько угодно, вашей душеньки и кожи, и чтобы вы все время были увлажнены. Также в течение дня классно увлажнять, если сухой воздух в помещении, то вы можете увлажнять не только себя, но и немножечко пространства вокруг себя. И, понятное дело, фиксатор макияжа из него чудеснейший, потому что в нем есть фиксирующие компоненты. Это единственный... Ладно уж, пошла рекламировать себя, так буду уже рекламировать до конца. Это единственный спрей, фиксирующий для макияжа, который его реально фиксирует. Вы это проверите на том, что он, макияж, становится менее отпечатывающимся на вашем айфоне, потому что в нем есть фиксирующие компоненты, которые выстраивают такую некую сетку на лице, которая удерживает макияж. Плюс вот джимскин эффект. Вот этот вот красивый. Мы к нему еще вернемся. Постараемся его сохранить. Он очень важен, потому что это тренд. Тональный крем. Поехали. Посмотрите, какая роскошь у Бобби Браун. Я считаю, что это самый красивый флакон. And the Oscar of packaging goes to Бобби Браун Intensive Skin Serum Foundation SPF 40. У меня цвет Natural, если что. Универсальный для тех, у кого есть хоть какой-то легкий загар. Это, по сути, уход, но с тоном. При этом у него нормальная покрывающая способность. Такая средняя. Для повседневного макияжа более чем хватит. С классической отдушкой Бобби Браун, текстурой Бобби Брауна. Она очень узнаваема по ощущениям на коже. И SPF 40 чудесно. Палитра оттенков класс. Ну и сама бутылка. Ну это же вообще, она же такая тяжелая. То есть это просто какой-то эликсир. Это очень красиво. Я считаю, что туалетный столик надо украшать. Такими вот штуками. Я не знаю даже, как его можно выбросить. Мне кажется, Бобби Браун должны сделать какие-то рефилы, которые ты туда вставляешь, потому что у меня рука не поднимется выбросить такую бутылочку. Наношу кистью. Это Сердара моего друга. Сердара Камбарова кисточка. Сейчас фаворитка моя для тона и для растушевки конкретов. В качестве румянца. Офигенная кисточка Т1 называется. Очень легко растушевывает тональное средство. Сразу нанесу его и на зону вокруг глаз. Точнее не нанесу, а растушую туда. Потому что это тональное средство можно наносить на зону вокруг глаз. Потому что в нем ухода больше, чем по сути тонального. Видите, у нас сохранился этот красивый эффект, потому что тональное средство увлажняющее. Сейчас это один из таких, наверное, главных фаворитов у нас в студии по тональным средствам. Я вижу, что ребята активно ими пользуются. Они прямо у нас уходят, как горячие пирожки. Потому что действительно соотношение увлажнения и покрытия, оно здесь, я считаю, соблюдено просто идеально и филигранно. Потому что какая проблема у увлажняющих тональных кремов? То, что они увлажняют и не тонируют, потому что в них слишком много увлажнителей. Какая проблема? Тональных кремов стойких, то, что в них слишком много покрытия и нет увлажнения, они выглядят слишком матовыми. А здесь, посмотрите, какой красивый вот этот вот блик. Мы его будем сохранять, мы его даже не будем припудривать. Консилер возьму тоже Бобби Брау, потому что люблю, чтобы и консилер, и тональное средство были из одного бренда. Точечками. Я достаточно такой плотный возьму консилер, Full Cover Concealer. Он просто в некоторых местах может уплотнить, помочь уплотнить действие и эффект от тонального крема, потому что у нас, забегая вперед, макияж будет смоки. А для смоки нужен очень хорошо выровненный тон. Слишком близко к ресничному краю можно консилер не наносить, мы там все равно будем затемнять, и незачем сейчас сосредотачиваться на высветлении этой зоны. Тем более, что нам совсем не хочется, чтобы темные пигменты смешались потом с консилером и разбилились. Все той же кисточкой делаю. Если вы хотите, чтобы пушистая кисточка стала чуть-чуть поменьше, вы можете ее вот так вот сжать, если у вас другой кисточки нет. Вот видите, лайфхак. Единственное место, которое я вам рекомендую еще дополнительно проработать, это вот здесь вот под бровями. Подвижное веко не трогайте, под бровями можно. Капиллярчики, чтобы чуть-чуть скрыть. Пока хватит консилерности. Что вы всегда сможете добавить? Бобби Браун, я вам много раз говорила уже про консилеры, про тональные средства. Мне очень нравятся они своей эластичностью, потому что при всей своей плотности он очень легко растушевывается, очень легко вот дружить с вашей мимикой, не скатывается. В складочках, понятное дело, все зависит от количества морщинок в этой зоне, от кожи, от крема, даже для зоны вокруг глаз, от всего. Зависит, будет скатываться консилер или нет. Но по себе могу сказать, что он максимально долго не скатывается. А еще я хочу по себе сказать, что мне пора делать коррекцию бровей, потому что что-то моя бровь похожа на бровь из начала 90-х откуда-то. Давно не была на коррекции, это правда. А коррекцию бровей сделаешь, сразу чувствуешь себя человеком. Вот придете в Крыги на студию, поймете о чем. О чем я говорю? Чтобы нам делать смоки, нам нужна скульптура лица, и нам нужны брови. Я вам сейчас настолько упрощу смоки, что вы поймете, что подготовка к ним реально в два раза дольше, чем они сами. Конкрет-чоколад уже известен вам как идеальный конкрет для коррекции лица, потому что просто лепит красивые скулы. Хочу похвастаться, порадуйтесь за меня. Конкрет-чоколад у нас стал конкретом номер один по количеству продаж за несколько месяцев, обогнав все конкреты, даже плам, который, казалось бы, невозможно догнать, потому что он был лидером продаж весь год. Короче говоря, конкрет-чоколад всех догнал и обогнул. И теперь является самым продаваемым нашим конкретом, потому что действительно он, наверное, максимально универсален. Если хочется начать знакомство с конкретами, то он один из самых лучших вариантов. Контур лица, скулы, боковые поверхности, лба, интенсивность коррекции вы уж, пожалуйста, тут регулируйте сами. Я вам скажу, что практика показывает, чем меньше корректируешь, тем лучше результат, особенно на щеках. Чем меньше рисуешь скулы, тем больше ваши щуки будут похожи на скулы. Это тоже Сардар Камбаров кисточка Т2, тоже классная, очень похожа на предыдущую, только плоская. Мягкая кисточка, еще немножко конкрет-чоколад наберу. Чуть-чуть оттеню складку верхнего века, коррекцию сделаем глаз. Вытяну к вискам, но вообще чуть-чуть, потому что нам не нужен здесь коричневый в этом макияже. У нас будет черный смоки. И носик. Это вот, кстати, и фраше кисточка, двухсторонняя. Не знаю, нет ни номера, ничего, наверное, стерлась уже. Но очень удобная для макияжа. Синтетическая. Остатки соберу. Прям остатки-остатки. Чуть-чуть контур губ. Доработаю. Конкрет топ, цвет, который я использую для своих бровей. Тонкой кисточкой, плоской. У меня, кстати, кисточка Valeride из линейки Red Crystal R063. Но очень тоненькая. И очень мне нравится. Чуть-чуть даже вот дождаться, пока конкрет высохнет, и он такой, как пластилин, становится. Им очень удобно потом прорабатывать вот так вот брови в такой вот волосковой технике. Еще раз вам напомню, что техника по волосковой коррекции бровей, коррекции в плане макияжа, является основной техникой для макияжа бровей. Не надо рисовать их четко. Рисуйте их широкими и легкими. Легкими они у вас могут быть только, когда вы прорисовываете их по волоску. Хотите плотнее, просто прорисовывайте еще дополнительный ряд волосков между теми, что у вас уже есть. Но вот эта легкость, она очень важна. Иначе макияж смотрится очень грубо. Такие брови позволят вам сделать любой яркий макияж. Он будет смотреться естественно. Торопиться не надо. Набрали немножко. Вот так вот прям распределили его на кисточке, чтобы кисточка была, видите, абсолютно плоская. Можете даже вот так сделать. Если у вас кисточка как-то размахрилась, хоть один волосок отходит в сторону, не пойдет. Она должна прям плоско складываться. Каждый вот прям волосинка к волосинке. Чешем. Посмотрим, где тут у нас есть пробелы. Основание чуть-чуть причешем. Я думаю, достаточно. Боже, как хорошо, когда у человека есть брови. Ну что, поехали делать наши смоки. Я беру конкрет black. Кисточку. Это Даша холодная кисточка. XO, XO на ней написано. Это, вероятно, ее название. Тоже хорошие кисточки с синей ручкой. И начну с нижнего века прорисовывать контур сразу со слизистой линией. Дальше верхний контур. Я не припудриваю подвижное веко. Пока конкрет влажный, он может чуть-чуть отпечататься. И это не страшно, он легко растушуется. Мне, как бы, наоборот, в данном случае конкрет и его стойкость феноменальная нужны не так сильно. Конкрет будет у нас выступать подложкой для плотности цвета. Дальше синтетическая кисточка вот такой вот скошенной. Это Smashbox Shadow Intensifier. Мы растушевываем границу. Уже красиво. Растушевывайтесь сначала чуть-чуть один глаз, потом другой. Почему? Потому что конкрет очень быстро высыхает и фиксируется. Есть вероятность, что растушуете один глаз, а второй не успеете. Так, основу мы сделали. Получилось что-то вроде предыдущего макияжа с черной стрелкой. Теперь растушевываем еще по подвижному веку. Немножко, как бы, чтобы оно стало у нас такое серое. Старайтесь, чтобы вдоль ресничек у вас цвет все-таки остался черным, плотным. И вот у вас получились смоки. Основа для них. Я проработаю еще верхнюю слизистую, чтобы у взгляда была максимальная глубина. Ну и теперь главная звезда этого видео. Это Metalized Black Silk. Вот прям как черный-черный-черный шелк. Посмотрите, какой красивый. Я могу. Сразу что набрала, пальчиком перенесу. И начну немного заполнять, начиная от внешнего уголка, продвигаясь к внутренним, не выходя пока за складку верхнего века. Я как бы набиваю цвет, сохраняя пока здесь четкую границу. Пока наношу, напомню, что пигменты Metalized это стопроцентные рассыпчатые пигменты линейки Крыгина Косметикс. Их сейчас пять. Вот Black Silk у нас выходит. Это шестой оттенок. Линейка тоже будет пополняться. Потому что сам по себе это продукт офигенный. Это пигменты, которые растушевываются мгновенно сами. Да это вообще не нужно никаких профессиональных скиллов. Реально, они не затираются. Они легко смешиваются с другими продуктами. Например, с тем же Fixed Spray. Если вы смешаете, то будет влажное нанесение. Или просто окрашенный спрей. Может быть, для черного это не так актуально. Вот, например, Rose Silver оттенок. Он превращает Fixed Spray в такой бронзирующий спрей. Очень красивый. Начнем растушевку с внутреннего уголка. Точнее, вот часть складки верхнего века, которая находится ближе к внутреннему уголку. И нижняя вот здесь. Вы, я вам скажу, просто обалдеете, как легко он растушевывается. Посмотрите, он растягивается просто в коже. И вам не нужно больше ставить промежуточный оттенок. Помните, когда я снимала первое видео про смоки айси, я говорила о том, что между черным и кожей должен стоять промежуточный оттенок. Иначе получится каша. Он просто не растушуется. Так вот, в этом пигменте уже есть этот промежуточный оттенок. И когда вы растушевываете, он сам мягко сводит растушевку на нет. В этом секрет. Растушевывайте, соответственно, только границу. Сам цвет вам трогать не обязательно. И используйте две кисточки для растушевки. Одна для черновой, скажем так. Вторая для чистой. Эта чистая, это уже растушевка растушевки называется. Чтобы хорошо растушевать уголок, немножко прищурьте глаза и развернитесь боком, чтобы видеть, как вы растушевываете этот угол. Чуть-чуть добавлю цвета в складку верхнего века и в глубину, чтобы он у нас максимально углублял глаза. И такую чистовую уже растушевочку, растушевку растушевки. Сделаем что-то среднее, да, не слишком круглые смоки, не слишком вытянутые. По форме вытянутые, но не растягивают лицо глаза туши. Так, и чтобы нам подчеркнуть такой яркий мейк глаз, нам нужны очень яркие ресницы. Я возьму тут гирлиент тушь, максимально создам эффект объема от корней. Пушистые нужны черные ресницы. Эту тушь вы уже видели у меня в блоге, вы с ней встречались в коробке Крыгина Бокс ресницы. Или не ресницы, или в макияже. Ну, короче, она была уже в Крыгина Бокс. Прямо от корней прокрашиваем для смоки. Такая яркая тушь, самая то. Добавлю еще несколько капель консилера, чтобы чуть-чуть подсветить зону подглазного пространства. Очень важно, как бы треугольничком ее прорисовывайте, повторяя линию смоки. И не подбирайтесь к смоке слишком близко. Не надо их белить. Просто сделаем кожу еще немножко лучше и зафиксируем с помощью фикси-паутер. Небольшой мягкой кисточкой. Я фиксирую только центр лица. Скулы и вот этот блеск мне нравятся. Зафиксирую под ними. Видите, кончик носа тоже не трогаю. Мне нравится вот этот вот маленький блик. Я его оставляю. Я возьму конкрет беж в качестве легкого румянца. Вот идеально балансирующего со смоки. Если вы любите смоки айс и боитесь перестараться с румянами, это вот конкрет беж. У него легкая есть розовинка. Он такой пастельный. Очень красивый, дает румянец. Ну вот, видите, остатки я чуть-чуть прям с руки возьму, ватру в губы и нанесу лип-маску. Ухаживающую маску за губами. Этого вполне достаточно для этого мейка в качестве макияжа губ. И губы увлажняются. И получается эффект такой мягкой увлажняющей помады. Я оставлю лицо матовым. Не хочу вообще никакого блеска добавлять, ничего. Даже вот фиксирующим спреем вот так вот с расстояния как бы создам дымку и просто в нее войду. Чтобы вот эта матовость лица идеальна, она никуда не делась. Чтобы сохранился только вот этот вот джим-скин эффект. Легкий блик на скулах. А все остальное было матовым. Брови причешу. И все, я готова. Добро пожаловать в мир очень быстрых и очень простых смоки-айз. От которых у вас глаза будут кошачьи, прозрачные. Видите, что случилось с моими зелеными глазами? Они остались зелеными, но стали более прозрачными. И в общем, уверяю вас, что теперь смоки-айз делать самостоятельно не страшно, а очень легко. Если вы будете использовать металлайз Black Silk без подложки, это тоже вполне возможно. У вас получится чуть менее глубокий эффект, более дымчатый. А попробуйте еще использовать его во влажной технике, тогда глубина сохранится цвета. И в качестве вспомогательного средства для влажной техники используйте либо Fixed Spray, либо Texture Master Liquid. Это универсальный разбавитель в нашей линейной косметики, который классно дает эффект влажного блеска. И у вас будут такие влажные смоки очень быстро и тоже очень удобно. Понятное дело, что с Concrete Black, металлайз Black Silk, это прям парочка, чтобы сделать супер секси. Хорошего вам настроения, хорошие растушевки и всем смоки-айз. Всех целую, всем пока!